здравствуйте друзья светлана задает тему сегодняшней беседы давай свет я забыла маленькая не слышно да громко говори будет слышно как могу говори громко когда я была маленькая мне было наверное лет 10-12 наверно в кинотеатрах шоу фильмы висели большие афиши на них было написано вверх по лестнице ведущий вниз вам и спектакль к нанесу это было кино я помню что были афиши это было кино но как-то я была маленькой может быть она была для взрослых я уже не помню но я не не видела его сама это сама фраза вообще своей вот такой загадочностью вверх по лестнице ведущим не она меня задела зацепила зацепила давно но много лет прошло и сейчас как бы я снова возвращаясь к этой фразе потому что уже как бы на новой витке жизни какой-то в ней смысл есть магический а потому что например вот как лестница ведущая вниз и по ней вверх это вообще как это вот интерес то есть мы вырвались абсолютно из контекста художественного произведения а просто смотрим на конкретную фразу но на смысл на смысл как вот некоторые фразы абсолютно вырваны из какого-то контекста вверх по лестнице ведущий в ней в этом я тебе скажу в чем парадоксальность фразы парадоксальность том что все-таки лестница ведет в обе стороны понятно да лестнице лестница вообще не ведет никуда по ней можно идти на юг по дороге ведущий на север понимаешь но эскалатор тебя ведет то есть ты встал на него он такие или вниз или вверх а на лестнице в конце концов ты можешь постоять ну хорошо тебя это интересует в контексте развития личности в контексте того что с человеком происходит когда он впадает какую-то стагнацию на работе идет перенос конечно какие-то личные интересы это может быть и вопросы внешней среды и внутреннего состояния тебе скажу более того например человек вот мы например да мы собираемся там думаем пенсии и получается так как бы наша лестница уже ведет вниз уже не на той стороне холма да помнишь как это была песня а потом начинаешь спускаться каждый сад шага осторожненько взвесим 50 это тоже что 20 на 70 то есть мы до 70 не зашли еще но уже начинаем спускаться все таки да в ту сторону наши лестницы ведет вниз так вот а что делать просто я на ней не залить и вверх это тоже вот вопрос какой-то ну хорошо вот тебя это темы тебя эта тема заинтересовала ну ты видишь в этом какой аспект вот давай так ну смотри в каком ключе ты это видишь вот да на этой лестнице во первых может стоять и ничего не делать это жизненная лестница стоитboxes давайте так и ничего не делать и тогда получается что вроде бы ты стоишь на месте лестница никуда не ведет а ты просто есть на месте так и там изобретаем что это не так хотя мы знаем что это не так и хотя все равно стояние на месте означает что ты движение вот потому что человек во времени ограничен его жизнь ограничена во времени и я даже не говорю о тех вещах которые нужно успеть сделать молодым не успеть сделать до какого-то момент например ну скажем фертильность а если ты там до 40 лет у тебя там не не появилась ребенка или там 2 ребенка есть момент когда не заведешь уже не 3 4 даже 1 то есть у каждого дела в жизни есть какой-то момент когда уже поздно поэтому если время идет от и вроде бы на том же месте но ничего не происходит абсолютно идет движение у тебя остается меньше и меньше ресурса есть ресурс вообще жизнь в целом есть ресурс фертильность у женщины есть ресурс а я не знаю там зарабатывание денег ты можешь если ты не за то что не заработал там до 30 ты уже не заработаешь там уже уже начинается кроме того можно вместе с лестнице идти тоже вниз и сказать ну а чего уже ничего не поделаешь вот допустим ситуация вокруг уже такая да ну и как бы я со всеми вот я это происходит тогда когда говоришь моя рая что я какая-то все потому что как все можно только проиграть да и можно идти строим дружным строим можно идти вниз то есть какая история как ты когда ты как все создается иллюзия что ты не проиграл ты же как все относительно всех ты не проиграл но все проиграли кроме тех кто шел по лестнице вверх тогда когда эскалатор вот это вот тянул в неё конечно же ну так что как бы Допустим, если тот, кто идет вверх Когда все идут вниз То вроде бы он идет против течения Но на самом деле никакого течения нет Он просто сам по себе идет вверх Палка от двух концов Вот лестница идет вниз И пускай дружные строи идут вниз А он идет вверх, он не идет против течения Он идет сам по себе Дело в том, что тут палка от двух концов Движение против течения, так скажем То есть фактически мы тогда говорим так Смысл того, что лестница идет вниз это значит что строй идет вниз а ты пытаешься идти против этого течения то это тоже интересный способ но с одной стороны если ты будешь идти по течению и будешь идти вместе со всеми ты никогда никуда серьезно не придет может быть и тебе не нужно но но если тебе нужно для не придет второй момент состоит в том что есть люди которые отказываясь идти со всеми и говоря у меня особый путь там это далее тоже никуда прийти не могут просто потому что они не знают куда идти не туда идут не так идут сломают все по дороге как они они понимают что со всеми идти нельзя но это не значит что они это отдельная история но с другой стороны это в бок по лестнице ведущей но понимаешь как если например со всеми вместе идти со всеми вместе на чувство плечом плечом может быть для многих довольно комфортно конечно отвечаешь ни за что и вообще а с другой стороны те которые некомфортно им идти со всеми вниз но они не знают как идти вверх это тоже состояние дискомфорта в общем-то да то есть ты чувствуешь какой-то противоречие ты чувствуешь что ты не хочешь туда идти где плечом к плечу ты чувствуешь что это не те плечи с которым ты хочешь рядом идти но с другой стороны ты не знаешь а собственно а что делать-то ну и что теперь делать вот не знаешь вот это такое а когда идешь на youtube да и начинаешь искать решение или там на google нет но самое главное мне кажется знаешь для того чтобы понять эту ситуацию то есть если человек понимает вообще куда он хочет двигаться вниз стоять на месте или вверх то ему самое главное просто понять это потому что уже осознав собственно где я сам да он выберет свой путь правильно ты знаешь что я бы так сказал значит ключ состоит в том что ключевой момент скажем так для изменения ситуации состоит в том что человек говорит что-то не так он может не знать что он может не знать куда идти он может не знать кому обратиться он может вообще ничего не знаю но он может сказать тебе что-то не так в тот момент когда он говорит что-то не так он открывается к тому чтобы что-то услышит других людей потому что решение есть любая проблема к точкам голове присутствует решение есть но он может нибудь не быть открыт я я вот вот это вспоминаю где-то мы с тобой были на каком семинаре там мужика спрашивали говорят скажи ему вот а это right place right time вот сегодня right place right time и он говорит ребята да речь шла то о зарабатывании денег там и он говорит ребята говорит он мы живем в такое время и в таком месте где и когда зарабатывается со всех сторон если вы оглянетесь вокруг вы увидите вокруг себя людей которые кайлом золотую руду рубят а ты стоишь посредине и смотришь на небо игре а где оппортюнити а правильно ли это место наш хорошо на 100 постой решение есть она рядом с тобой но если ты не открыт если ты смотришь на небо вместо того чтобы посмотреть вокруг себя ты его не увидим поэтому что получается вот я я на самом деле клоню вот этой фразе потрясающий который что учитель появляется там есть ученик когда ученика нет так ничего сделать нельзя вот приходит у меня часто так бывает приходит человек начинает что-то говорить я открываю рот я говорю одну фразу прыгать нет нет вот я вот это солнышко я говорю а ученика то нету он просто поговорить пришел понимаешь ему не нужно решение он не слышит решением не надо что люди постепенно и никто не родился таким умным чтобы сразу на все говорить о не открытым это не от ума дело даже не в этом открытым и не все люди сразу открыты все так что праздник у каждого свой background да и до определенные внешние обстоятельства и так далее и внешне систи то что да и то что человек может быть не открыть сегодня да совершенно не значит что допустим вот мы сейчас мы что-то такое произносим и он завтра не будет к этому как-то конечно для того чтобы был какой-то побудительный мотив движения должно быть чувство какой-то дискомфорт значит свет я хочу сказать что если мы серьезно подумаем на тему до человек по лестнице куда бы она там не двигалась двигается в ту сторону в которой ему комфортно то есть если ему комфортно быть в толпе так это больше того мы знаем что есть ситуация когда выживают те кто сбился в толпу а есть ситуации которые когда выживают те кто вышел из толпы это зависит сильно какая толпа какой момент времени вообще что на свете происходит и так далее поэтому люди любят сбиваться в толпу потому что они живут в таком месте где историческая память людей говорить в толпе безопаснее они только поэтому избиваются понимаешь поэтому человек может как бы находиться в толпе потому что там действительно безопаснее это правда в каких-то ситуация при этом он будет чувствовать дискомфорт и понимать что ему принципе с этой толпой не по пути но у него нет я другого я другого бога человеку все-таки в основе существования человека лежат базовые нет лежат базовые какие-то вещи такие как размножиться выжить и так далее выживание иногда выживание обусловно тем в толпе ты или не в толпе просто выживание элементарно мы не говорим о комфортности а мы говорим о навыках выживания человечества в целом услышь меня я говорю вот о чем человеку иногда в толпе комфортнее тот же самый человек может быть в другой какой-то момент ему будет комфортнее самому по себе давай когда мы жили еще в ссср в принципе были в толпе и мы делали то что было положено нам делать мы не были диссидентами не против режима ничего то есть мы в принципе с толпой шли туда куда было положено идти однако это не значило что вы действительно с удовольствием то есть были люди которые делали это с удовольствием я лично всю жизнь испытывал дикий дискомфорт если бы я знала в каждый конкретный момент а куда собственно можно отвалить от этой толпы я бы с удовольствием отвалить мы были просто в небольшой толпе внутри большой толпы у нас такая была небольшая я не знаю что ты имеешь ввиду но во всяком случае при первой же возможности отвалить от этой толпы мы тут же и уехали ты знаешь это ты мне напоминаешь анекдот как один еврей спрашивает другого Абрам я вижу что ты деньги копишь ты так скромненько живешь хотя хорошо зарабатываешь и я я думаю на что ты купишь деньги и тот говорит я хочу купить церковь он говорит но зачем зачем мне бреют церковь ты понимаешь всю жизнь мечтал отделиться от государства да значит но такая вот история поэтому да конечно там там сильно хотелось отделиться на самом деле а сейчас вот я даже не знаю с этой массовой паранойи вообще наверное уже как-то народ это массовая паранойи это благо люди рады что они дожили до такого момента когда они вот могут быть в этой паранойи им хотелось паранойи а им не давали поэтому еще раз тогда получается они все идут внизу вот вообще мы не знаем и мы не оценим мы сейчас и другом я говорю вот о чем по большому счету человек идет по лестнице в ту сторону в которой он действительно хочет идти мы можем смотреть со стороны и говорить а почему он пошел в эту сторону это же так нелогично а почему это нелогично а потому что я бы туда не пошел а ты-то тут причем он идет туда куда он идет а ты идешь туда куда ты идешь и все рассуждения о том что движение вместе с толпой до добра не доводит это света хорошо только тогда когда не встает вопрос о выживании потому что для выживания надо идти с толпой хотя иногда надо не идти с толпой понимаешь если ты знаешь что завтра будет бабий ярд то может быть лучше было бы смыться а не идти с толпой поэтому никто не знает были люди которые смылись и выжили да конечно да это вопрос в том вот понимаешь вот в этом же и сила этого слова сочетания до вверх по лестнице ведущий ведущий вниз за нами с детства как внешние обстоятельства которые тебя тянет вниз вот куда-то да и дальше каждый выбирает свой путь понимаешь каждый решает куда ему двигаться это все очень я тебе скажу такую вещь вот ты знаешь у нас на днях было видео и там а про конкурс я расскажу что про конкурс что было мало участников и вдруг такая знаешь депрессу пошла вот г понимаете какие такие обстоятельства что вот тут вот ну как-то не хочется ничего делать руки опускаются не как бы нет нет вектора никакого ни вверх ни вниз не будет очень черти что происходит вот как бы да всякие обстоятельства там суры зарубежные пропали ночью мной я я утрирую не только и вот значит тебе очень многие люди скажут что понимаешь лестница ведет вниз а вверх ты по ней идти не сможешь тебя выше вот тебе не дадут тебя если ты захочешь пойти вверх тебя так посадят вниз что ты уже и и так далее то есть тебе скажут люди что есть внешние обстоятельства которые просто не позволяют идти вверх что это не вопрос выбора что это вопрос того что деваться некуда понимаешь но я на это хочу сказать такую вещь что тот человек который считает что это не вопрос выбора и не вопрос какого-то его собственного участия дадим ему право так считать о конечно конечно это его право значит он просто так считает и все это значит что он не готов искать путь что он не ученик но если действительно есть люди которые говорят но надо что-то делать может быть они не знают как что это другой вопрос но те люди которые будут искать выхода не находят какие-то образом тем или иной я я смотрю что в америку пришли не хочу скажу все должно ехать да это неправда но но тем не менее люди такими правдами и неправдами попадают то есть и которые которые понимают что как бы вот должен быть какой-то выход вот такой или другой каждый находит свой выход я бы они искали выход к тому как уехать в америку при том что казалось бы выхода не искали выход и вот нашли решили что надо решили хотя мы знаем что для многих оказалось что это не выход потому что выход был в том чтобы из себя куда деться а из себя они никуда не делись и что в америке что в китае одно и то Самое главное, что мы движемся вперед и идем вверх. Причем можно идти вверх абсолютно в своей собственной жизни. Можно для себя эту лестницу иметь в виду. Не обязательно какие-то внешние обстоятельства. Это внутренние тоже обстоятельства. Я читаю очень много писем, которые ребята пишут. И там такие большие есть письма. И я вроде все время говорю, вы не пишите большое, потому что на большое мне ответить сложно. Но им все равно высказаться надо. Может быть, это просто надо разрядиться как-то. Я читаю очень много писем. Иной раз такое читаешь, и знаешь, со всех сторон просто цементом обложено там, в бетон закатали, в асфальт. Ну вообще никуда не вверх, понимаешь? И ты думаешь, боже, где же выход? И дальше выясняется, что вот он говорит, я не жду, что вы мне подскажете, просто хотелось там поделиться. Я помню это письмо, я его даже сохранила. Да много таких, ты не понимаешь. И много таких писем жутких, что жить не хочется. Действительно, действительно тяжелая ситуация. Что делать-то, Свет? Например, там кто-то в семье болен, его оставить нельзя. Вот что ты веришь, что решение есть, даже в самом надежной ситуации. Я думаю, что каждый человек принимает решение для себя. И если он начинает его искать, то это решение каким-то образом придет. Находится. Да, это я думаю, что безусловно. Потому что на самом деле даже своя собственная жизнь показывает, что если ты ничего не делаешь, то это как бы... Значит, Света, я думаю, что беспокоившая тебя с детских лет лестница, которая двигалась непонятно куда... Она не двигалась, она вела. Она вела. Вот она вела, вместо того, чтобы двигаться. Потому что стоишь, ничего не делаешь, она двигается. Нет. Нет. Она вела. Проще было бы, если двигалась, да? Хотя, с другой стороны, против движения еще тяжелее. Да. Есть люди, которые не могут по движениям взять, надо против. Это правда. Да. Это они родились таки. Да, Света, я вспоминаю, ты все время шла против движения. Для тебя это было принципиально. Нет, они не были принципиальны. Мы меня за это сильно били. Да, тебе доставалось. Так вот, значит, Света, мы удовлетворили твою потребность поговорить на тему о лестнице. Я думаю, да. Ну, слава богу. Значит, друзья, если вы хотите что-то про лестницу сказать, или продвижение по ней, пишите комментарии, в общем. Да, разговор это попадет в философские тетради. Ты думаешь? Конечно. Хорошо. А мы поставим это видео в плейлист философская тетрадь. Хотя, я, честно говоря, не понял, о чем мы все это время говорили. Но тема была интересная. Ну, говорили о самом главном. Ну, как же. Ну-ка, давай за концовку. Самое главное это что? Ну, как же. Вот это вот еще раз. Вверх по лестнице, ведущий вниз. Вот это самое главное. И просто надо в этом думаться. Давай я закончу на высокой ноте. Я скажу, друзья, куда бы ни вела вас лестница, идите по ней вверх. Даже если она идет вверх, а вы еще газку дам и сами тоже по ней. И сами. То есть не стойте на лестнице, которая идет вверх, а так еще притопывайте по ней, чтобы так обойти тех, которые стоят на этой лестнице. А вы так вперед одного. Может даже мешают, это не важно. А вы так одного башни, другого, третьего. Не стойте на лестнице, даже если она идет вверх. А двигайтесь по ней. Красиво сказал? Красиво. Все. Счастливо, друзья.